МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виталия Смолюка – это известные в народе безумные шляпники из самого южного города нашего региона, из Вятских Полян. Новости очень радостные накануне появились о том, что наш фестиваль шляп в Вятских Полянах взял гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Очень замечательная победа, на мой взгляд. Лучшее городское праздничное событие в городах с населением 100 тысяч человек. Но еще очень радостно, что в прошлом году тоже у нас были награды. Но за шляпников особенно приятно порадоваться. И еще раз хочется обратить внимание, что это действительно событие. И надеемся, что все-таки в следующем году хоть один чиновник из областной администрации приедет на этот фестиваль. Потому что в этом году не было никого. Как ни приглашали. А я еще хочу гордить надежду, что это мероприятие будет по-прежнему ассоциироваться именно с нашим регионом, с Вятскими Полянами. Помнишь, мы разговаривали, я спросил, скажите по секрету, были ли предложения из других более крупных и успешных регионов о том, чтобы вы перекочевали. Они действительно были. И даже за рубеж. Они действительно были. И в киностудии. И в другие города. И куда угодно. Но ребята держатся. Они нам тут в этой студии говорили, что они хотят сделать Вятские поляны, туристическая мекка на юге Кировской области. И вот своими руками жители города, бизнесмены, по-моему, они также, кто-то из них депутат Думы городской, они все-таки делают это дело. А тут еще и собираются открыть музей истории, и что-то там, вот этих вот вещей из советских времен. Вот это вот будет еще. Да, да. Запоминывал. Мы писали, но я как... Вот это традиционный такой музей, он есть в других городах. И в ближайшем Казани есть. И в Праге даже есть. Вообще много где есть. Теперь еще и в Вятских полянах. Просто хочется больше внимания со стороны... Надо губернатора как-нибудь туда привезти. Надо как-нибудь там зампредов привезти. И вообще всем выехать, всем правительствам повеселиться, в конце концов, в следующем году, в августе месяце, в Вятских полянах на фестивале Шля. Вот. А тут, кстати, ты помнишь, что они просили поучаствовать в хранении вот этой огромной шляпы, которую в этом году соорудили. Она почти 5 метров в диаметре. Никто не отреагировал. Да. Не было сообщений, к сожалению, по поводу этого. А что бы ее пришло бы в Киров не привезти? Тоже круто. Ну ладно. Еще раз поздравляю. Да, да. Перейдем, значит, к нашему сценарию. Сегодняшний дневной разворот состоит из нескольких частей. После 12.30 итоги общественных слушаний по ремонту дорог осветит Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. В рубрике говорит Киров. После 12.00 к нам придут коллеги и наши друзья из театра Наспасской. Ночь искусств грядет вот буквально в эти выходные. Юлия Нышайта и Юлия Беляк придут к нам и расскажут, что мы сможем увидеть в театре Наспасской, в чем поучаствовать. Это там такие крутые задумки. По-моему, самый творческий театр, самый креативный в нашем городе. Ну а в первом части очень важная тема. Мы всегда поддерживаем эту историю и стараемся всегда ее освещать, потому что инклюзивное образование – это тема, которая в России идет с трудом уже очень много лет. И начиналось у нас с того, что энтузиасты ею занимались, конечно, специалисты тоже. Но очень во многом не позволяло сначала законодательство, потом не позволяла окружающая среда, еще какие-то вещи, программы и прочее. Радостно, что теперь на самом высоком уровне занимается этим вопросом очень интенсивно. И вот буквально на днях ВИАТГУ в нашем опорном ВУЗе большая-большая конференция прошла, посвященная инклюзивному образованию. – Она пройдет еще? – Пройдет, да. – 31 октября и 1 ноября, завтра и послезавтра. – Сейчас вот уже гости приехали. Я просто знаю, что в ВУЗе, или я ошибаюсь, сейчас меня Константин Бажин тут присутствующий поправит, что-то в сентябре было, по-моему, тоже с инклюзией связано. Или просто мы так заранее говорили об этом? – Мы в сентябре говорили об этом, и сегодня, как раз завтра у нас начинается этот форум, и все обещания, все анонсы, которые мы называли с вами в сентябре, они завтра случатся. – Давайте я полноценно представлю Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности нашего опорного университета ВИАТГУ. Добрый день. – Добрый день. – И гостья форума, координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Ольга Серебряникова. Ольга Анатольевна, добрый день. – Добрый день. – Форум стартует уже завтра. Почему именно в нашем городе такое мероприятие, Константин, проводится? Почему именно сейчас? – Оно локальное или оно федеральное? Или оно по Павловскому федеральному окружению? – Его значение. По-моему, разумный вопрос, чтобы определиться сразу же, сходу. – Ольга Анатольевна, как сотрудник Министерства науки и высшего образования, наверное, меня поправит, если в этом будет необходимость. Вообще-то сегодня рунц Вятского государственного университета, ресурсный центр, это один из 16 центров, который был создан министерством на территории страны. За нами есть своя закрепленная территория, есть вузы-партнеры и, видимо, результаты работы нашего университета оказались заметными. И министерством по итогам конкурса было принято решение о том, что такой форум, который будет подводить результаты работы за 16-2018 годы, будет открываться завтра здесь, в Святском госуниверситете. – Именно в Кирове? – Именно. – Не где-то еще, а именно у нас. – Именно в Кирове. – Итоги по всей стране будут подводиться именно в нашем городе. – Не знаю, по всей стране или какой-то регион. – Или по тем закрепленным территориям. – Нет. – Ольга Анатольевна, подключайтесь. – Да, я, наверное, прокомментирую. – Да. – Итоги деятельности сети ресурсных центров по всей стране, они действительно у нас созданы локально по территориям, начиная, не знаю, от Череповца, заканчивая Хабаровском. Все ресурсные центры на базе сегодняшней, работающей на базе вузов подведомственных Миноборнауки, их 16, плюс в этом году у нас подключилось еще пять коллег из вузов подведомственных Минспорту, Минздраву, Минтрансу, Минкультуре и Минсельхозу России. И результаты деятельности вот такого сетевого проекта, реализуемого в рамках государственной программы «Доступная среда», мы обсудим как раз-таки на площадке Вятского государственного университета завтра и послезавтра. Два дня для нас, наверное, такой маловато времени, но очень много результатов, очень много вопросов актуальных, которых хотелось бы осветить. И, наверное, ту информацию, те достижения, которые у нас за этот период наработаны, мы бы хотели поделиться с другими коллегами, потому что присутствуют партнеры из-за рубежа и, в принципе, представители всех вузов Российской Федерации. Ну, большое количество у нас, более 200 участников, и поэтому это достаточно такое федеральное событие, значимое для всей системы инклюзивного высшего образования. — Да, я вижу, у меня здесь есть разбивка по секциям, которые пройдут в рамках этого форума и по вопросам, но они такие, они носят такое, не буду их озвучить, потому что деловой, так скажем, стиль. — Специфический характер. — Да, деловой, так скажем, стиль, тем не менее. И тем не менее, давайте мы определим вот всё-таки основную генеральную линию, которую сейчас проводит Министерство образования в области инклюзивного образования и где мы вот, с чего мы начали и в какой точке мы сейчас находимся, можем мы это определить сейчас? — Ну, конечно, мы можем это определить. На сегодняшний момент я не могу сказать, что инклюзивное образование началось там в 1916 году, у нас есть вузы с опытом работы более 80 лет, это достаточно давнишняя история. В принципе, если говорить о современных реализуемых проектах и действующих, работающих в настоящий момент, это как раз-таки создание сети ресурсных центров по координации деятельности вузов, мы понимаем, что инклюзия сейчас законом образования является повсеместной историей, неважно от уровня образования, но в этом плане высшее образование, поскольку оно в принципе реализуется на конкурсной основе, оно имеет определенную специфику, ну и плюс требования к этой истории. И сейчас политика государства — это повышение доступности высшего образования, это скорее, наверное, даже не вот эти архитектурные истории, которые у нас чаще всего присутствуют. Да, потому что на сегодняшний момент вузы у нас уже создали определенную, если не, ну скажем, стопроцентно сложно сказать, да, определенную по потребности, скажем, учащихся и архитектурную доступность, то, конечно, существует проблема доступности мобильности. То есть чаще всего студенты говорят, что в вузе для них все создается, но проблема доехать из дома до вуза, это остается актуальной историей. И сегодня мы говорим скорее даже не об архитектурной доступности пандусах, там, не знаю, желтых кружочках, ленточках, полосочках. Мы говорим об организационных условиях, которые позволяют в принципе найти определенный подход. Для каждого студента их сложно классифицировать по определенным там категориям направо, налево, прямо. И здесь создать те условия, чтобы они позволяли им с учетом их особенностей получать высшее образование. Потому что, в принципе, способности, они компенсаторные, и в некоторых случаях что-то является ограничением, что-то, наоборот, более развито. Ну, сейчас вопрос Константину. Напоминаю, Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности ВИАТГУ. Константин, есть какие-то квоты на студентов с инвалидностью? Или они идут на общих основаниях? Сегодня по правилам приема установлены квоты для каждого направления подготовки, но по итогам приема 2018 года мы видим, что они не выбираются полностью. Есть квоты? Да. То есть есть такая возможность, и мало того, инвалид, точнее, абитуриент с инвалидностью имеет возможность поступать и вне квоты, собственно, на оборудование результатов ЕГЭ. В целом по стране статистика, которую сейчас собирают Министерство науки высшего образования, показывает, что этих квот достаточно, они в целом по стране тоже не выбираются. Ну, сколько, если говорить об опорном университете? Сколько человек в наборе может быть? На сегодняшний момент у нас 36 человек. Это в общем и целом на разных направлениях подготовки и курсах? На разных направлениях подготовки, но мы должны понимать, что это именно те люди, которые заявили свой статус инвалида при поступлении. И подтвердили его документами соответствующими. Да, и которые им были необходимы для того, чтобы поступить. Мы сегодня наблюдаем совершенно другую историю, когда люди поступают на общих основаниях, обучаются на общих основаниях, не желая тем самым привлекать к себе внимание, требовать к себе адаптированную образовательную программу, концентрироваться на этом. И лишь в отдельных случаях, когда они понимают, что признание статуса инвалиды им поможет решить какие-то текущие вещи, вот только здесь они частенько раскрываются. Какие текущие вещи? Какие-то льготы. Когда речь может идти о льготах, о поселении в общежитии, о специальных условиях для общежития, или они понимают, что начинают не справляться с темпом обучения, вот тогда они проявляются. Тут ВОЗ тоже идет навстречу? Безусловно. То есть эти вещи мы учитываем. Там не идет навстречу. Там понимаешь, в чем дело? Если этот статус позволяет получить квоту и пройти, то ВОЗ не идет навстречу, он обязан исполнить это. Мы сейчас говорим о ситуации, когда студент уже является студентом, и вот в процессе обучения он понимает, что по каким-то причинам не справляется, и ему необходима дополнительная поддержка. Вот тогда он приходит в деканат, в институт и заявляет об этом. Но ВОЗ обязан тогда правильно отреагировать на это? И сейчас тема форума, она как раз этому посвящена. Мы не столько говорим о доступной среде в части архитектурной, сколько о готовности сотрудников в любой момент оказать поддержку. Один часов 18 минут нам надо делать небольшую паузу. Ольга Серебряникова, координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья у нас в гостях. И Константин Бажин, проектор по стратегическому развитию и проектной деятельности Вятского госуниверситета. Чтобы эту тему все-таки закрыть, доступность городской среды для людей с инвалидностью, которые, например, учатся в высших учебных заведениях, мы должны сказать, что, конечно, безусловно, если в ВУЗе созданы условия, я не знаю, насколько они оптимальны, конечно, и не буду сейчас сравнивать с западными ВУЗами или нашими ведущими с их лифтами и всякими кнопочками и устройствами, и чем угодно, но очевидно совершенно, что городская среда большинства городов Российской Федерации абсолютно не готова и не только к студентам-инвалидам, но и ко всем остальным категориям. Мы об этом многократно говорим. И здесь, мне кажется, ВУЗ, он не может потратить средства, чтобы город преобразовать для студентов с инвалидностью, но он может участвовать в развитии городской среды, что наш опорный ВУЗ прекрасно и делает. Вот он продемонстрировал это на прошедшем урбанистическом форуме и очень активно в это включается. Поэтому мы сейчас пройдемся, конечно, по тем основным трем большим блокам, на которые разделена программа форума. Я для себя вот здесь выделила пока два, я пыталась в перерыве у Ольги спросить, и третий, который я для себя не смогла определить, она не успела озвучить, но я вот два первых озвучу. Я вижу, что социально-психологическое сопровождение на разных этапах для студентов один большой такой блок выделяется. Причем я понимаю, что социально-психологическое сопровождение должно быть везде, начиная от семьи или общежития и заканчивая учебными программами, которые должны осваивать студенты и общение с окружающими. Второе – это профориентация. Я вижу, что очень большой блок профориентации именно посвящен. У нас до сих пор в обществе при слове «инвалид» складывается впечатление, что это вот фабрика по изготовлению каких-то там, вот кисти у нас там изготавливают, еще какие-то вот вещи, там сшивают блокноты, какие-то такие вещи. Люди плохо себе представляют, правда, и мы даже плохо себе с Володей представляем, что могут и какие профессии осваивают, и где трудоустраиваются люди с инвалидностью. У нас в стране, еще раз, фильмы нам показывают много чего. И третий блок, который я не успела распознать, сейчас Ольга нам озвучит. Ну, третий блок, наверное, можно выделить в целом – это содействие трудоустройству, потому что любое образование имеет цель в дальнейшем самореализации, успешной профессиональной самореализации и, наверное, быть независимым в том обществе, в котором ты живешь, потому что проблема независимой жизни для лиц с инвалидностью является актуальной, то, что, начиная от, возвращаясь от доступной среды в городе, заканчивая вообще всеми стереотипами по поводу принятия и непринятия на работу сотрудника с инвалидностью. Поэтому это значимая история. Мы, на самом деле, не рассматриваем всю проблему по отдельности, мы рассматриваем это комплексно, начиная от формирования мотивации получения профессионального образования, адекватного выбора, направления подготовки, потому что здесь тоже нужно понимать, что есть формальные и, наверное, физические ограничения дальнейшей профессиональной деятельности, потому что не образование ради образования, а образование ради дальнейшей карьеры. Это, соответственно, организация процесса обучения со всеми возможными условиями, связанными. Мы не облегчаем процесс получения образования содержательно, мы содействуем инфраструктурно его освоению. И дальше, конечно же, это вопросы коммуникации с работодателем, вообще формирования мотивации на профессиональную деятельность, потому что это тоже один из психологических барьеров, которые существуют. Обучение в ВУЗе, это 4-5 или 6 лет, достаточно такого плотного общения, уже в понятной структуре, где тебя знают, понимают, умеют с тобой взаимодействовать, и переход дальше на работу, это тоже значимая такая история, которая требует определенной, наверное, для всех, на самом деле, смелости и дальнейшей деятельности. Если уж говорим как раз-таки о работе уже после обучения, какие основные моменты, наиболее сложные здесь можно выделить, в плане трудоустройства людей с ограниченными возможностями, нежелание работодателей брать таких людей на работу, неготовность самих ребят-выпускников к тому объему задания? Здесь, конечно, есть, сложно говорить в общем, да, но есть и другие проблемы. С одной стороны, государство формирует политику квотированных рабочих мест, которые достаточно сейчас активно продвигаются Министерством труда и занятости Российской Федерации. Но при этом вопрос же, опять-таки, с чего мы начали говорить, о стереотипах, о том неготовности каждого из нас в определенной степени и боязни вступать в коммуникацию с людьми, потому что есть определенные, ну, не знаю, мифы по поводу того, что могут, что не могут. С другой стороны, конечно же, у студентов, нельзя сказать, что у всех, но у некоторых есть определенный такой барьер на достижение профессиональных результатов, для них важно, это процесс коммуникации и социализации. То есть ВУЗ рассматривается тоже как определенный этап социализации в обществе. Коммуникация друзья, отношения, и говорить о том, что профессиональная деятельность – это определенная ответственность, когда ты сам за себя отвечаешь и за результаты своей работы. К этому тоже нужно прийти. И поэтому, конечно же, наша деятельность в рамках образовательного процесса, она в том числе и направлена на формирование этой профессиональной мотивации, чтобы говорим, что не кто-то для тебя должен это сделать, потому что в отношении данной категории очень много практик, наверное, которые способны им сделать для них или за них, и это неправильно. А наоборот, взять на себя ответственность, достичь какого-то результата и показать, что я могу. Это очень важно. Поэтому вот эти моменты, которые мы постоянно обсуждаем в коммуникации со студентами, с партнерами, с работодателями, с общественными организациями и на площадках наших ВУЗов. К чему сейчас идет высшее образование, вся система? Все-таки к сопровождению какому-то наставничеству, постоянному контролю, помощи, опору плечу, или к выводу студентов с инвалидностью, на такой степени социализации, когда нет различий между требованиями к инвалиду и не к инвалиду, начиная от освоения программы и заканчивая способами даже передвижения, перемещения между аудиториями, пунктами. Знаете, у нас на сегодняшний момент, по крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы сделать организацию образовательного процесса по принципу равный-равному, чтобы не было каких-то исключений. Любые исключения, любые поблажки не формируют, опять-таки, адекватное восприятие ситуации и отношений, правильно выстроенных отношений даже в рамках студенческой группы. Да, система образования на сегодняшний момент формирует ряд сервисов, которые позволяют компенсировать какие-то ограничения, чтобы, опять-таки, здесь скорее не завысить возможности, а уравнять эти возможности. С точки зрения доступности, там, не знаю, здания, использования специальных технических средств, компенсирующих определенные ограничения здоровья, дополнительное консультирование, не знаю, там, онлайн-встречи с преподавателями, какие-то возможности получения образовательных ресурсов, если ты находишься за пределами вуза, там, не знаю, на определенном лечении, реабилитации, или еще что-то. Но ни в коем случае не формирование такого вот заниженного требования, потому что мы готовим таких же специалистов, неважно, есть у них ограничения или нет, иначе они не смогут быть конкурентоспособными на рынке труда. А здесь мы понимаем, что для лицей без ограничений здоровья есть определенные проблемы. Ну вот здесь хотелось бы перейти к каким-то практикам, которые будут представлены, потому что съедутся специалисты со всей страны. Есть у нас какие-то передовые интересные уже разработки, идеи внедренные. На что можно равняться? На что можно равняться? Мне интересно, чем будет делиться? Это просто какие-то размышления на тему, да? Или все-таки уже конкретные практики? Нет, ну от размышления на тему мы, наверное, уже ушли и продвинулись, и что радует на самом деле. Задача проекта, которую мы реализуем совместно с коллегами по сети ресурсных центров, это уход от, наверное, философии инклюзии, а наоборот переход к практике. И, конечно же, это площадки, которые позволяют нам практически поделиться тем опытом, который у нас есть. Ну, у нас очень большое количество тем, заявленных в рамках форума и разные площадки, но начиная от, как минимум, практических методов организации образовательного процесса в инклюзивной группе. То есть здесь нужно понимать, когда ты заходишь в любую группу, там, не знаю, студенческую из 30 человек, они и так разные. По сути, по восприятию, по готовности, по уровню начальных знаний. А когда ты заходишь в аудиторию, где у тебя есть еще и определенное количество студентов, которые требуют определенных, наверное, других педагогических подходов, то это еще сложнее. Поэтому это тоже важно. Этот опыт у нас сегодня есть. У нас есть как бы сервисные идеи, связанные с тем, как сделать учебно-методический материал автоматизированными, адаптированными. Допустим, там, не знаю, что же педагогу. Это же тоже очень важно, как педагог организует свою рабочую деятельность и пространство. Сервисные решения позволяют адаптировать материал, который у тебя есть. Любую твою лекцию в определенном формате уже позволяет, не знаю, программу экранного доступа читать ее без запинок и без каких-то изменений и ошибок. То есть мы говорим о практиках сопровождения, связанных с тем, что не серии, когда он приходит, мы уберем за ручку и ведем дальше и дальше, формируем определенный ежедневенческий подход. А мы говорим о том, как выстроить коммуникацию, когда у него самого, у студента, формируются задачи, связанные с тем, что мне нужно. То есть я сам осознаю, что мне нужно, я обращаюсь с определенной просьбой, и уже совместно с тьютором мы решаем вопросы, связанные, там, не знаю, настройки специальных технических средств, там, не знаю, выстраивание отношений с преподавателями, ну, как вариант. Или, наоборот, там, не знаю, дополнительные какие-то... С одногруппниками. Тьюторы у студентов с инвалидностью персональные или это тьюторы группы? Ну, знаете, сегодня, наверное, говорить о тьюторстве таком персональном не идет речь, потому что это все-таки система высшего образования, это взрослые люди, которым, ну, вот, постоянное сопровождение не нужно. Это групповые тьюторы, которые, скорее, являются определенными посредниками между образовательным процессом и самим студентом. То есть они выстраивают коммуникацию и отвечают на какие-то запросы, вопросы, необходимости, там, не знаю, информационной помощи и поддержки, там, консультирования по вопросам обучения или, там, получения социальной поддержки и так далее. Что такое тьютор в школе? Мы себе представляем прекрасно. Для нового поколения, слово понятно, для нашего поколения это классный руководитель, где-то были классные дамы и так далее. А тьютор в институте – это освобожденная какая-то должность, это дополнительная нагрузка, это какая-то еще ставка, и во всех ли студенческих группах есть тьюторы? Нет, на сегодняшний момент, конечно же, не во всех студенческих группах есть тьюторы. Скорее, это совмещенная деятельность, потому что все-таки взрослые люди, она ориентирована на тех работников-деканатов, как вариант, которые курируют студенческие группы, как это было всегда. Просто есть определенные дополнительные навыки, которые требуются у данного специалиста, если в студенческих группах есть лица с инвалидностью. Константин, ты о чем говоришь сейчас, Ольга Анатольевна? Прервемся. Насколько это, да? Я хотела, да, давай, Константина спросим после короткого перерыва, полтора минуты рекламы. Продолжаем разговор. Доброе утро, у нас сегодня замечательные гости Ольга Серебрянникова, советник департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшее образование Российской Федерации. Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности Вятского государственного университета. Мы до перерыва заговорили о тьютерстве, как оно устроено в наших вузах. И Ольга нам пояснила, что это не совсем так, как, наверное, в школе. Выглядит по-другому. Пару слов, пожалуйста, Константин, как это устроено в нашем вузе в опорном? Вот как сегодня у нас устроено, у нас действительно сохранились кураторы учебных групп. У нас есть позиции заместителя декана в повестательной работе. Вот эти две категории. И третье, что мы сделали благодаря проекту, мы развили тему именно студенческого волонтерства. У нас есть сегодня в формате вуза волонтерский отряд. И вот эти функции по такому оперативному сопровождению, отчасти, может быть, бытовому, меньше образовательному, их осуществляют еще сами студенты, которые обучаются в этой группе. А как контакт с ними поддерживают нуждающиеся ребята? Они обучаются в этой группе. А, это твои однокурсники, да. Как-то моменты возникают, они сразу же помогают. Да, и вот Светлана вспоминала, как раз на одной из встреч предыдущих мы как раз и показывали здесь нашего студента. Он заканчивал направлением психолого-педагогическое образование, учился со всеми студентами в одной группе с нарушением упорно-двигательного аппарата, и он был абсолютно равным членом этой группы, а во многих позициях даже ее превосходил. Трудоустроен еще человек? Да, он работает по специальности психологом в одном из центров города Кирова. Вот, кстати, хорошая история про психологическую поддержку и помощь. Вот мы здесь, безусловно, как обычно, в перерывах не прекращаем общаться и понимаем, что ВУЗ не может развиваться в инклюзии отдельно от школы и от детского сада. И здесь очень ярко наши слушатели знают всю историю. На примере организации родителей детей инвалидов «Дорога и добра», которые мы рассказываем разные, да, вот постоянно встречаемся, история, как они прогрессируют. Видим, что за несколько лет, там, за 5-6 лет их ребята, там, от рождения до, там, были разные по возрасту, теперь уже доходят до возраста 23 лет. Вот только в этом году приступили к тому, что адаптируют и занимаются ребятами в возрасте от 18 до 23 лет. Но у них довольно тяжелые ребята, которые занимаются прямо вот в центре, хотя они своими услугами и своей работой обнимают гораздо больше семей. Тем не менее, мы говорим о том, что у нас школа неинклюзивная, у нас садики неинклюзивные, поэтому количество инвалидов в вузах, вот на данный момент, пока мы не пройдем, не окажется так. Весь этап садика и школы, он не может вырасти как-то скачкообразно, вдруг, внезапно, потому что мы разработали программу, взрослые люди сказали, да, мы готовы, там, сокурсники осознали, да, мы тоже будем волонтерить. Нет, нам надо будет пройти все эти этапы, как вы думаете, коллега? Светлана, вы абсолютно правы. И вот еще одна из тематических площадок, она так и называется, проект межведомственного взаимодействия. И вот в нашем случае 1 ноября будет специальный воркшоп, его будут вести, кстати, совместно Шулятьев Ольга Юрьевна, наш министр социального развития, да, Яршова Николаевна, руководитель Центра помощи семи детям, подросткам, молодежи. Туда у нас приезжают руководители, заместители министров из различных республик и областей, и вот там вместе они как раз и будут проговаривать тему вот этого проекта именно межведомственного взаимодействия. Очевидно, что каждая из организаций в отдельности, у нее есть позиции на входе, есть на выходе, а вот то, как совместить школьную профориентацию с возможностями и особенностями образовательной программы вузы и сделать, чтобы этот переход был вполне приемлемым, а может быть, этому человеку, абитуриенту гораздо полезнее, важнее будет уровень СПО, вот чтобы включить всех в единую цепочку, вот как раз это и будет предметом обсуждения. Уровень среднего профессионального образования. Да, среднего профессионального образования, безусловно. Когда мы говорим об инклюзии, надо, конечно, человеческий фактор здесь не менее важен, а может быть, более важен, чем вот просто сами программы, да, которые доступны или недоступны в полной мере ребятам. И здесь, наверное, самая большая история, это вот как раз изменение ментальности, вот снятие этих блоков, барьеров и мифов, о которых мы бесконечно говорим, когда сталкиваемся с инвалидностью листья, родством ли там, да, со старостью, с любимыми такими социальными явлениями, которые долгое время было просто не принято у нас в обществе вообще раскрывать и об этом говорить. Но мы сейчас вот об этом очень активно уже много-много лет говорим. Ну, мне кажется, что переломный вот такой, вот перелом уже случился, да, мне кажется, что забор уже практически сломан, но остаточные явления будут проходить только с поколениями. Вот такое ощущение, что только с поколениями. Поэтому, когда мы говорим, например, о тех же учителях или тьютерах, мне кажется, что невозможно человека вот заставить, вот у тебя в программе, вот у тебя в обязанных, вот тебе еще четвертушка ставки, значит, будь добр, стань инклюзивным учителем. Да, ты обязан. Это невозможно, наверное, Ольга? Да, безусловно, наверное, это невозможно. Это, знаете, приходит с определенным, наверное, опытом и пониманием. Нельзя сформировать вот такую готовность теоретически. Поэтому мы и говорим о тех практиках, и одно из направлений деятельности ресурсных центров – это повышение квалификации и стажировки преподавателей. Потому что, действительно, на сегодняшний момент не во всех вузах есть такой контингент студентов с особыми образовательными потребностями. Ведь есть и инвалидность, которая не требует определенных условий, это различные соматические заболевания, вопрос просто правильного медицинского сопровождения. А когда это действительно явные ограничения по здоровью, которые видны визуально, и которые требуют определенной подготовки, и, наверное, психологической, в том числе и в организации коммуникации с такими студентами, и в организации коммуникации внутри студенческой группы, потому что ты же должен работать не только с одним студентом, который пришел к тебе на занятия, а еще донести материал для всех остальных, а их, там, не знаю, 30 человек, а если это лекция, то это поточная аудитория и так далее. И это очень важно. И мы с педагогами в рамках подготовки говорим, в принципе, о готовности, о формировании готовности, о практиках преодоления конфликтов, о подготовке материалов, о том, как выстроить учебный процесс, и, наверное, какие современные технические средства, ну, вот опять-таки, всякие технологии помогают нам в этом плане. Как это использовать, чтобы и себе сделать интереснее процесс преподавания, потому что это все-таки работа, это профессия, это призвание. И, с другой стороны, чтобы студентам было интересно. А есть у российского правительства, у Российской Федерации задачи, измеряемые в цифрах, может быть, в процентах, по увеличению количества студентов с инвалидностью, обучающихся в вузах. То есть, если такие показатели в программе реализуемые? Да, вот сейчас у нас столько, а через 5-10 лет мы должны вот столько, ну, вот, к этому прийти. Потому что очевидно, что ребята, очень многие, еще раз, потому что отсутствовала система инклюзии в садиках и в школах сидят дома. Да, безусловно, если сейчас говорить о сегодняшней действующей программе, это межведомственный комплексный план по повышению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Там идет повышение, у нас план до 2018 года, 16-18, на среднесрочное планирование. Ежегодное повышение количества студентов, поступающих в образовательные организации высшего образования, это плюс 2%. На сегодняшний момент мы, это в среднем у нас тенденция по статистике, это где-то 3-4% ежегодно. Опережаем. Да. А в связи с чем мы так опережаем? В два раза практически опережаем. Ну, знаете, здесь очень сложно сказать и спрогнозировать эту историю, потому что все-таки ограничения по здоровью, и на сегодняшний момент у нас, к сожалению, нет такой статистики по вообще потенциально возможным контингенту абитуриентов, которые могли бы прийти. И это даже связано не с тем, что они физически могут или не могут, психологических параметров измерения нет, готов, не готов. Перейти там, не знаю, проще относится к тому, что нужно получить прикладную профессию в колледже, лежели идти в ВУЗ с более высокими требованиями. И это еще и определенное влияние родителей. Это тоже очень важная история в нашей ситуации. Поэтому вот с учетом вот этих всех моментов, ну, сложно сказать, что может, будет ли это прирост постоянным или будет определенное падение. Мы как бы сейчас с этим работаем, пытаемся мониторить вообще предпочтения и желания потенциальных абитуриентов. Мы вот с ресурсными центрами делаем мониторинг образовательных потребностей школьников, которые позволяют нам, в принципе, понять, на что они ориентированы. И уже исходя из этого, выстроить свою работу. Можно я еще? Борг вопросы. Цель форума ясна, наполнение ясна тоже. Для кого форум? Могут ли обычные педагоги из обычных школ там побывать? Это высшее образование. Ну, почему? Для интереса, не знаю, о чем идет речь. Какие-то последние тенденции о них услышать. Где еще больше информации? Конечно же. Смотрите, форум является открытой площадкой. Это не значит, что мы ориентированы на обсуждение вопросов высшего образования. Но, как правильно мы ранее говорим, без определенной преемственности школьно, там, не знаю, колледжа, среднепрофессионального образования и так далее, у нас невозможно. Ну и плюс, как бы, у нас же незакрытая история. Образовательное пространство вуза — это всегда определенные двигатели инноваций, как вообще в образовании, так и в обществе в целом. Потому что все практики, которые мы формируем и которые мы отрабатываем, опять-таки, они идут на территории тех городов, где находятся университеты, они включают в себя тех участников этой школьники и педагоги, и учителя, потому что без этого взаимодействия невозможно. И в некоторых даже случаях это и представители государственной власти, органов государственной власти, потому что им тоже есть, ну, то есть поставлены определенные задачи по формированию такого межведомственного подхода и развития инклюзии в регионе. Я бы вообще в органах власти волонтерские отряды создавала, причем так создавала бы, вот как они любят, знаете, в указательном порядке. Обязаны каждый год проволонтерить там, там, там и там. Ну, это хорошая такая история, мне кажется, да. Ну, вот, смотрите, до того, как Володя задал вопрос, сейчас потеряла. Да, куда тебя направить? Потеряла. 30 секунд остается. Потеряла нить, хотела задать обоим нашим гостям по одному итогу вопроса. А, ну вот все-таки, наверное, нам надо сделать вывод, насколько важна информационная работа с обществом в решении этой проблемы. Вот этой задачи не проблема, а теперь уже задача. Да, задача. Конечно, информационная работа и формирование такого, наверное, положительного информационного поля через осознание не проблемы, а определенных целей задач, это очень важно. И как раз информационный сопровождающий у нас является одним из приоритетных направлений. Мы разработали портал инклюзивное образование РФ, который с 2016 года пытается аккумулировать всю информацию о доступности в ВУЗах и о тех наработках, которые у нас идут в сети. Мы пытаемся его транслировать, сделать определенным ресурсом и сервисом для всех участников, и для абитуриентов, и для студентов, для выпускников, для ВУЗов, для педагогов, в принципе, для любой категории. Это единая точка входа информационного пространства. Ну, в конце хотела... А, да, Константин. Константин, я хотел на эту тему тоже. Полминуты буквально, Константин. Ну да, безусловно. И вот то, что сегодняшний форум, который мы завтра открываем, это дополнительный повод рассказать всем, погрузить в эту тему, ну и показать, наверное, что мы можем делать и где можно найти приложение своим усилием. Программа форума, раз уж он открыт, есть на сайте? А, вот я хочу добавить, есть сайт у форума, вот я вижу. Форум.виад.су.ру Поэтому на этом сайте будут выложены материалы всех участников. Регистрироваться нужно на форуме? Регистрация открыта. Через сайт? Да, конечно. И можно будет пройти. Спасибо большое. Ольга Серебрянникова, Константин Бажин. Мы эту тему завершаем. Сейчас у нас новости тематические программы и реклама. И в начале следующего часа мы с Володей вернемся с Ночью искусств.